здравствуйте друзья садоводы встреча неожиданная она была бы ожиданная если дело в том что вы просто приехали ко мне за костями причем вы говорили про крупноплодные вот вы видели фильмы представляете о чем идет речь значит я вот что скажу так бы состоялся торг я еще сказал что я там скину цену да 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 ну как обычно вы приехали из далека снова строить ехали помочь со полтора до не ближний край вот у вас бондаревский район или как он называется не раскис вас там очень жесткий климат зачем с того что вы мне сейчас скажете у вас а почему вдруг я решил сделать фильм по одной простой очень важной причине вы привезли косточки сорта байкал или сорта байкала да мне сразу шерсть дыба байкалов забытый гений не полу забытая забытый я не раз говорил еще расскажу наверное нет я про это один и прямо ли будет а то насколько это ценно и как плохо когда никто не занимается этим официально эти питомники продают ну как выяснилось мошенническим путем использовать только название байкала байкаловский сибиряк байкала в общем приехали вот и друг и привезли косточки так поэтому разговор будет серьезно приготовьтесь вот сейчас я от вас должен узнать по максимуму так как вас зовут меня виктор виктор федорович громче виктор федорович фамилию будете называть карманов карманов а вы тамара алексеевна карманова очень приятно так ну меня вы знаете здесь за кадром голос железова то есть меня железов старшего и так это первый был вопрос теперь вы привезли косточки что я с ними буду делать себе их не возьму я не имею морального права потому что получилось так что человек обижался сильно а я об этом надеюсь скажу прям были которые чуть позже сниму о чем я сниму микроклимате живу здесь возможности больше и я говорил говорил и буду говорить до самого последнего дня вспоминать байкалов говорит самые северные в мире сорта байкала самые северные в мире причем культурные а теперь скажите мне пожалуйста какая была вот посчитается сам урожай на год что-то не за все века в сибири был прошлый у меня в манжурский барьер кост 50 ветер дал жердель с украины 25 лет этого это рекордсмены мои культурные давали по 10 15 20 лет и что получается что этому способствовал микроклимат вопрос важнейший я практически таких как вы туда сам мало осталось скажите пожалуйста вот прошлый год рекордный был по хакасии по вообще по сибири какая у вас была температура зимой прошлого года зима в прошлом не в него так это нет тогда не так урожай этот уникально был 2016 год предпоследняя зима последний я уже раз звонил самые теплые за все годы а 40 было нет не в последнем году предпоследнем 40 нет так а у вас деревьев сколько лет деревьям лет 30 лет 30 85 85 садили была страшная зима 2000 2001 год вспоминайте 47 было и у меня на заводе было 47 а ваши уже росли вот это самое главное что должно попасть сюда почему потому что мы с этого для меня нормальные люди объективно это не то что 47 вот так 2005 6 год у нас было 40 42 43 у вас мы не заметили а может быть у вас что-то свой какой-то микроклимат посаду чтобы деревья погибли вот именно нет не деревьев погибли за 40 было 5 6 год и по всей сибири было ладно в общем получается что подтверждаете слова мои которые я говорю что сорта байкала сама рацийки в мире культурные вот это очень важный момент я хотел отметить теперь так вас может быть еще кто же какой-то микрофе я был в абазе они говорят от санагорской температуры климат не отличается там это я участвовал спасение сада промышленного ну я тоже думаю что только у вас река открытая зимой ваш а у нас нет такой реки ну открытый у нас лед у нас лед река замерзают наши а в остальном ну это не так большое расстояние должно примерно одинаково нет мне кажется водородовать холоднее только вот на сколько у вас степь у меня было 38 на санском алюминием 44 вот здесь вот я не все не у меня вот это разница огромного старости вас если у нас 44 вас было 44 а еще и ветра придают а как вы защитили свои абрикосы сколько у вас деревьев 2 как вы защитили забор высокий за домом нету дом далеко дом далеко но можно сказать что они за домом единственное за домом все равно там труба продувает ну что мы имеем мы имеем уникальные сорта так что мне делать с вашими костями все разговоре не имея морального права с ними работать я предлагаю такую вещь вы сказали что вы их дарите правда я вам тоже хочу подарю слава богу я не бедный вот холодильник так вот значит просто так я хочу сказать что когда вы я их продержу я по десятку рассортирую так сколько там несколько десятков получится ваши косточки кстати давайте а куда же я их дел мы сейчас посмотрим на них мы как вы их раньше щелкали вы знаете что вы щелкали косточки каждый из которого должна стоить тысячу долларов понимаете что вы привезли нет нет а вы сколько вы щелкали сколько лет у вас уже урожай если если 30 лет 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 пять или четыре не было урожая почему-то заморозки по цветам абрикос новостройка байкалах 2 я еще знаю где два дерева растет с них не взял ни одной кости ни одного черенка такая не видел вы вот байкала стидели в краснохуторе где-то раз да я я говорю что они если никому не рассказываешь за когда ученые приедут так и это самое там они крупноплодная даже в этом фильме еще специально это сделаю то есть возьму ей возьму и их это покажу фотографию снег да вот я думал не буду не адрес говорить это для ученых ученым хотел показать кукишным уже третий раз показать неудобно его два раза фильма кукиш показывал да ну не нужно никому вот вообще оказывается у нас как пошла это разговоры про академию академик милиционер ладно не будем грозным у меня заканчивается фактически уже закончилась это заряд когда в главную что показать итак я эти косточки по 10 штук расфасовываю и они лежат как ценнейшая вещь самым расстойки в мире и жду чего фильм выйдет от чего-то я дождусь может быть правда не нужны правда может понадобиться не кое кому я первое все имею ввиду наука вот есть еще два-три продвинутых садоводолюбителя мы будем надеяться что это не дождусь науки я им разошлю вот такой а теперь я достаю свои богатства показываю они по-своему уникальны это гибриды все они имеют связь с манчжурцами с помощью так называемая регистративной гибридизации уже знаете что за слова интересно остановить 10 членов как вы относитесь к ней есть да ладно это я опять в сторону вел короче вы слова гибридизации знаете все что вы сейчас я вам предложу так это будет иметь возможность жить в ваших краях и я надеюсь что у меня уже не будет вы же приехали за костиками дальше пойдет испытание почему потому что у них у всех гены манчжурцев вот моих кошечка которая вам предложу а вы а вы приехали мужские ну да получается с манчжуре раз называется манчжурский у них минус 55-60 а гены культурных я насытил генами манчжурцев я это назвал инфицирование новое слово в науке инфицирование и и никто до меня не применял потому что это мы как мы делаем прививки вы привили болезнь и чек стал не восприимчивы мы при привал специально манчжурцы для того чтобы они подняли морозостойкость культурных инфицирование ну все так получилось я вас не ждал не успел зарядить фотоаппарат встроенной камеры но самое главное я сказал люди вас увидели вот значит члены марва с удовольствием вас нет украинских корней жаль 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 ну все это я так на украине на на кубани жила как это кстати многие считают кубань украина и надо говорить украинцы лапу наложат на кубань все 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 политику не будем украинцы лапу наложат на кубань